На канале есть плейлист интересный и плейлист полезный. Там одним из роликов был ролик про то, как вытащить застрявшую сим-карту из телефона или из планшета. Подручными средствами, либо средствами, когда вы работаете в сервисе. Ну, чаще всего подручными средствами, это более интересные ролики. Они обычно набирают больше просмотров и несут большую пользу. Сейчас будет ролик про то, как вытащить застрявший разъем от наушников, не разъем, штекер, штекер от наушников в разъеме, 3,5. Ну, даже 2,5 можно, я думаю, при желании, таким же способом, так еще макаром вытащить. Даже, скорее всего, будет ловчее. У нас будет подопытный iPad, в нем застряли наушники, об угол стукнулись, отломился штекер, и большая часть осталась в гнезде, в разъеме для наушников. В таких случаях на телефоне горит значок подключенных наушников, звука нет. Также могут наушники не гореть, но звука через динамик именно не будет. То есть, как бы по факту, сам аппарат видит, что в него вопнуто аудиоустройство, и передает на него звук. Получается, что наушников по факту нет, а планшет либо телефон их видит. Вытащить нельзя ни пинцетом, ни чем подлезть, какими-то там специальными инструментами, иголкой, чем-то зацепить, подцепить разъем, как это обычно в нашем конкретном случае не получилось. Если у вас будет такая возможность, вы это сделаете. Естественно, с этого нужно начинать. Не надо мастрячься, никакие подручные средства, если у вас получается сделать это сразу, чем-то выковырить его. Будьте осторожны, старайтесь его не повредить. Я вам покажу наиболее неинвазивный способ, который вам позволит вытащить осколок от штекера 3,5-мм разъема. Для этого нам понадобится ватная палочка, для этого нам понадобятся ножницы и клей. От ватной палочки нам нужно то, что она трубкой, внутри есть полость. Мы ее слегка разрежем и зальем клеем. Заливаем клеем, надеваем на штекер, на остатки, на осколки штекера и оставляем на 10-30 секунд, минут, каких секунд, вот я вам наговорил, на 10-30 минут, чтобы он основательно приклеился. Клей льем без фанатизма, чтобы в разъеме у нас не было его очень много и чтобы нам сам разъем не заклеить, вместо того, чтобы вытаскивать осколки, заклеим сейчас сам разъем и тем самым его повредим. В общем, без вандализма, без хулиганства. Разрезали, залили клея, надели и ждем минут 30. Оставляем лежать минут на 30-40. Помним, что надо чуть-чуть клея без фанатизма, чтобы не залить случаем разъем. Прям буквально в саму палочку. Есть возможность на более долгое время оставить, оставьте на более долгое время. Есть возможность более крутой, более серьезный клей использовать, лучше его использовать. Главное, не налить лишнего клея в разъем. Ну и он просто тянется палочкой и извлекается сам разъем. Показывать даже смысла нету, потому что, ну как бы просто тянуть вверх. Вот, в принципе, и все. Но иногда лучше, ребята, и быстрее разобрать. Не всегда так, к сожалению, получается. Все самое интересное и важное и полезное с моего канала в полисте полезное. Вы вступайте в нашу группу ВКонтакте, ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.